Стадион юность на трибунах аншлаг. Участники и болельщики минутой молчания вспоминают легендарного земляка, героя России Дамира Исламова. На гостей он сегодня смотрит с большого плаката. Это гордость нашей России. Адель Гараев один из самых юных участников турнира, ему всего 9 лет, но он уже знает о подвиге Дамира Исламова. Выиграть здесь для него особенно важно. Я когда вырасту, хочу стать настоящим профессиональным боксером. Меня сюда тренер позвал и сказал, ты должен победить как Дамир Исламов. Тренер Адель Алис Зялалдинов дружил с Дамиром Исламовым. В 2009 году они вместе пришли на секцию бокса. Для силовой отработки приемов их часто ставили в пару. Алис вспоминает, на ринге одолеть Дамира не удавалось никому. У него был третий разряд по боксу и множество побед на всероссийских соревнованиях. И всего одно поражение за 4 года. Никогда у него не было, чтобы он срывался в бою. У него только одна цель была, чтобы победить. И он готовился, стремился, три раза в день занимался. То есть после чего приходил сразу в зал, бежал. То есть вот такой вот целостремленный. И только победа нужна была. Только вперед. Турнир памяти Дамира Исламова проводят во второй раз осенью прошлого года в Лениногорске. На этом же стадионе прошли соревнования в памяти о трех танкистах. Дамира Исламова, Дамира Гелимханова и Ивана Цевуна. Я вернулся с Казани. Там был во дворце водных видов спорта. Проходил Дамира Гелимханова в памяти. И тот же день вчера проходил Благовещенский Ивана Цевуна в памяти. То есть в один день. Когда так вот делается, тогда это всегда укрепляется. А когда ты не делаешь, просто говоришь, это слабовато. Я считаю, что раз он боксом занимался, я его тренер. И я считаю, что турнир надо в памяти его обязательно проводить. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова героически погиб в зоне СВО 7 марта 2022 года. Выполняя задание, они уничтожили огневую точку и четыре боевые машины противника. В ходе сражения танк экипажа подбили. Все трое – старший лейтенант Дамир Исламов, ефрейтор Дамир Гелимханов и рядовой Иван Цевун – погибли. Посмертно они удостойны «Золотой звезды». Сегодня в честь Дамира Исламова назван благотворительный фонд. Его имя носит школа в Лениногорске. Муралы с портретами на фасадах домов. Вот этот человек, в принципе, со многими здесь с вами пересекался наверняка. С некоторыми из вас тренировался в зале. Героями не рождаются, они становятся. Становятся в том кругу, который воспитывается. Благодаря родителям, благодаря семье. Наша боль, наши семьи, она разделяется, наверное, между всеми участниками, где каких-то там соревнований или еще что-то, болельщиками. И нам так легче становится. Нам было бы гораздо больнее, если бы никто о них не вспоминал. Не были никакие события, то есть нам было бы гораздо больнее. Победителей 16, каждый в своей категории, им вручили кубки. В сентябре планируют провести турнир в память о трех танкистах.